Это получается людей из Кёнинсберга вы возили в Казахстан, чтобы заселиться в их дома? Да, да. Офигеть! И что он вам рассказывает? Он вернулся в Кёнинсберг, нет? В 91-м? Нет, он в Казахстане умер. А вы не хотите поехать в Кёнинсберг, на родину вашего отца, посмотреть на его дом? Я уже там был. И как его дом выглядит? Насчёт его дома, я не знаю, как его дом выглядит, но я там, именно там был. Ну, он не оставил вам свой адрес, где он жил? Сказал, сын, я вот хочу, чтобы ты поехал на мою родину. Мой адрес там такая шпреханная, стрит. Нет, 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 нет. Нет, я своего отца увидел, можно сказать, первый раз в 7 лет. В 7 лет мне было. И он не рассказывал? Они с моей мамой разошлись, когда мне было 4 года. И он не рассказывал там про мать, про отца, про сестру. Может быть, там у вас родственники остались? Он один переезжал? Может быть, и остались. Сколько ему было лет, когда его перевезли, депортировали? Нет, когда его сюда привезли, меня ещё на свете не было. Я говорю, сколько было отцу лет, когда его депортировали из Кёнисберга? Кому сколько было? Отцу, отцу. Отцу было, как по мамкиным словам, ему было 23 что ли года. Просто интересно, ну, знаете, а что он делал? Получается, он не воевал ни с кем 23 года? Он не был мобилизирован? Он просто сидел дома? Нет, нет, нет. По мамкиным словам, они оттуда переехали в Казахстан, в город Алматы. И вот, когда моя мамка с Шимкента приехала, и с ним познакомилась. И вот по мамкиным рассказам, вот, 23 ему года было, и его сюда, короче, отправили. Ну, вы не знаете подробностей, с кем он ехал, что он оставил, кем он был в Кёнисберге, какая была профессия? Нет, нет. Ну, очень жаль. Нет, нет, нет. Моя мамка с ним разошлась, когда мне было 4 года. Первый раз я его увидел, когда мне было 8 или 9 лет. Я бы попыталась узнать, что у вас за история такая с отцом. Ну, хорошо, спасибо большое, Крис, очень было приятно общаться. А, честно сказать, я не хочу этого. Я думаю, что, как бы, надо хотеть, потому что, потому что это, вот, это, как бы, ну, вы не знаете часть истории о себе. То есть, вы одну часть приняли, а другую часть не приняли. Вы не целы. И эту нецелость нужно заполнить хоть какой-то информацией, потом, чтобы рассказать детям. Это целость потом даст, вот, вы мне скажете на эфире, что было в Кёнисберге, когда пришли русские, понимаете? Это, это часть вашей истории, часть нашей истории. Это мы, мы все должны об этом знать. Что было в Кёнисберге, когда туда пришли русские? Что они сделали? Ну, мы, мы, наверное, всего этого не узнаем, но... Сейчас я как об этом узнаю? Я поняла. Например, мамку, мамку, например, я потерял 2, 3 года назад. У меня мамка 3 года назад умерла. Нет, я думаю, это знают люди, которые общались с вашим отцом. Вот, если найти его знакомых или, там, близких, или с кем-то он жил, может быть, они знают. Наверняка люди рассказывали про Кёнисберг. А вот честно сказать, я вот насчет этого вам так скажу, я даже туда не вникал, и что-то честно я вам скажу, вообще нет желания. Хорошо, я не буду настаивать. Спасибо, Крис, я вас отпускаю. Спасибо большое. Так, эм... Вы... Вы... Слышно меня? Слышно? Всё нормально, слышно, да? Вы звучите немножко нетрезвым человеком? Ура, спасибо большое, что вы меня приняли. Я прям очень хотел с вами поговорить. Окей. У меня вопрос. А сколько вам лет? 158, я вчера говорила. Хуя себе, блядь, ебать, старая корога, ёпты. Дряхала, блядь. Какая есть. Вы так долго ждали поговорить с коргой старой. Просто я хочу понять ваш мозг. Я бы не лезла. Кстати, вот у меня педагог был в музыкальном училище. Он, вашими словами говоря, старой коргой был. Я так хотела у него учиться. Вы себе не представляете, насколько классные педагоги, которые уже на пенсии. Это самые лучшие. Вы посмотрите, любые сказки, там, любые, там, не знаю, какие-то сказания. Раньше же интернета же не было. Не было, там, не знаю, вот таких, там, людей, люди не могли читать, писать, да? И всё переходило через стариков. Все, вся информация, весь интернет, гугл, всё было в старых людях. Если убрать всех стариков, вот расстрелять, люди не знали, что было раньше. Так что вы, как бы, думайте, вот, вы когда оскорбляете людей, которые старше вас, это вот, как бы, считайте, что это ваш мозг. У вас есть, там, руки, ноги, да, глаза, быстрота. А у пожилых людей есть мудрость. Не могут молодые люди быть мудрыми, понимаете? Вот вы пришли, наверное, что-то хотите с мной пообщаться, да? Ну, вы не мудрый человек. Может быть, там, через 20 лет вы бы поняли, что общение происходит через какое-то, ну, постепенное движение. Это не быстро, знаешь, раз-два, вышел. Нет, нужно сесть, поговорить. Может, хотите ещё раз попытаться? Я же не против, мобилизатор. Извинитесь, и давайте общаться. Ну, на такой же нормальный ответ получили нормальный... Нормальный вопрос получили нормальный ответ. Вы же ебанутый, понимаете? С ебанутыми людьми по-серьёзному нельзя разговаривать. Мобилизатор, на тот случай, если вы не поняли... Блин. На тот случай, если вы не поняли, кто я, а я блогер, который ведёт беседы на своих основаниях. Так вот, я хотел вопрос задать. Настолько нехуй за... Мобилизатор, вы либо не занимаете моё время, которое является драгоценным. Многие люди мечтают, вот человек говорит, месяц не мог попасть ко мне. Отдайте, вот вам не интересно общаться со мной? Отдайте своё время другому человеку, хорошо? Если вы мечтали со мной поговорить, так, ну, идите за моими вопросами. Я задам вам парочку вопросов насчёт собеседа. Если вы, как бы, ведёте себя как тупой козёл, ну, выйдите из стрима и идите бодаться с кем-то другим. Блин, хватит мне, пожалуйста, микрофон отключать. Козёл, ну, выйдите из стрима и идите бодаться с кем-то другим. Ужас какой-то. Какой-то неинтересный человек для эфира. Знаете, такие белый лист, ни о чём. Илья. Здравствуйте. Здравствуйте, Илья. Вы откуда? Из Зимбабве. Нет, если серьёзно. Ну, а почему не Зимбабве? Есть такое место в Африке? Ну, я вот, допустим, не знаю. Ну, откройте карту Африки, найдите Зимбабве. Как вы отправитесь к войне? Очень плохо. А почему? Путин террорист. Почему вы так считаете? Не защищает Курскую область. А там уже есть кому защищать её? Слушайте, если бы её было кому защищать, наверное, в Курске мне было ЗСУ. Илья, Илья, вы где живёте? Наверное, пидороссия. Почему для вас это пидороссия? Вы почему красивые? Вы спросите у чеченцев, почему вы пидороссия? У чеченцев не хотите спросить? Нет, я хочу у вас спросить. А почему вы пидороссия? Спросите у чеченцев. Вы совершили геноцид чеченцев. Спросите у афганцев. Спросите у грузин. Если пройдёт ещё там несколько лет, и Путин не сдохнет, то, наверное, будут казахи вас ненавидеть. Вы же не находитесь в состоянии мира ни с кем. Я и совка... Илья, не перебивайте меня. Не перебивайте, это плохо кончится. Я и совка, и вот я жила, и мне казалось, что вокруг нас все буржуи, все там рябчиков жрут, все там плохие, недушевные, нечестные, неискренные, опасные. Я жила в говне, срала в говно, ела говно, носила говно. Но казалось, что там, где прекрасный мир, который я хочу увидеть своими глазами, но я знала, что там все враги. Как это вообще было в моей голове уместиться? Что там, где красиво, я хочу туда, но там враги. А здесь, где я не хочу жить, но здесь душевные. Илья, нам врут по телевизору, неужели непонятно? А я телевизор не смотрю, нет. Нам врутся с книжек, с молоком матери. Мама вот открывает рот, она уже начинает врать, потому что ей тоже влили в свое детство. А в детстве ее бабочки тоже влилили. Это как паровоз бесконечно.